Термостойкими плитами перекрыли мы топку. Это старый кирпич, как его у нас в царстве называют. Получается, здесь две задвижки, задвижка идет от подтопки, и задвижка идет на русский кирпич. И сегодня мы, несмотря на этот кирпич, конечно, не можем не восторгаться. Мы здесь проводим работы по восстановлению этого монастыря. К сожалению, мы не понимаем, что для хлеба тоже нужны особые сорта, которые только для хлеба. Всем доброго дня, с вами компания «Печной мир». Сегодня мы находимся у Алексея Филиппова на объекте. Дальше мы уже поговорим, на каком, где это территориально находится. А сейчас мы находимся рядом с его объектом, это русская печь. Мы уже здесь были. Алексей, приветствую. Еще не раз. Всем здравствуйте. Расскажи уже по окончанию. Так скажем, да, трубу ты еще не вывел, но печь уже физически готова. Основа русской печи. Мы были вот примерно на этом уровне, дверки еще тогда не было. Я не ошибаюсь. То есть ты поставил закрытую дверь? Закрытую, да. Раньше были притвори, прямо оставили его внутрь, дым шел в эту сторону. Мы поставили дверку, чтобы притвор не ставить, чтобы он не был никогда грязный. Это будет снаружи как бы дым. Получается, с русской печки будут уходить вот в это устье. А по булкам ты уже нас ориентировал, чтобы порядка 30 булок, да. Ну, там формы разные, можно и больше, можно и не. Потому что они тоже стандартные, маленькие, большие, наверное, да? Тут как бы была взята самая такая большая форма. Сделали плиты, потому что у нас топится, здесь плиты нету, чтобы вьюшки там вибрации. Термостойкими плитами перекрыли мы топку, проложили там, получается, у нас базальт, и сверху перекрыли мы еще раз термостойкими плитами. Ну и сделали, как бы, чтобы удобно здесь ставить, туда подавать, типа свес. Ну, здесь уровень потолка еще немного. Уровень пола поднимется. Пола поднимется однозначно. Это старый кирпич, как он, ну, у нас в царском называют. В царском кирпич, да. Да, то есть, и он как раз, можно сказать, здесь и производился, но это чуть позже. То есть, вот как раз Алексей туда выделил лапки. Кто как, где-то волка могут найти, не знаю, насколько это правда. Были ли волки рядом с людьми? Лапы были разные, там, и маленькие, и большие, но они, я хотел в каждой сделать, чтобы было, в каждом кирпичи арки, но они не по центру, и здесь бы получилось, если клин делать, чтобы пол лапки там еще, чтобы просто центрально нашли лапки и сюда сделали. А так хотел в каждом сделать. Ну, это отличительная черта, как раз, что часто, когда сделают из кирпича, из царского кирпича, оставляются для животных. Да, да, да. Получается, здесь две задвижки, задвижка идет от подтопка, и задвижка идет на русскую точку. То есть, а подтопок у нас отсюда, да? Отсюда топится, да, да, топится. Ну, еще, говорю, труба была, мы бы затопили, но пока не дают нам сделать. То есть, есть основная на русскую печь, да? А они сводятся выше? Она получается, нет. Задвижка, вот это она и есть на русскую печку, это своя задвижка. Я потом ее, получается, когда выше будем делать, я седу в одну трубу, если будем подтопок топить, только задвижка этой можно. Эту трогать не надо. Подтопок не только, что-то закрывает, вот это вот. То есть, они индивидуально работают, и можно как низ топить, так и русскую печь? Потому что, если бы сделать одну задвижку, это регулировать, когда подтопок топится, если там надо, печку не используют, ну, русскую, а подтопок топить, и эту задвижку открыть, то получается тепло будет в эту трубу улетать. Ну вот, закончил Алексей свою русскую печь. Практически закончил. Практически, да. Я думаю, что в дальнейшем все-таки мы еще снимем здесь видео, когда уже будет готовиться хлеб. Да. Потому что готовку мы снимали на барбекю, на печах, выпечке. Хлеба. Хлеба в русской печи у нас в видео не было. А сейчас хотелось бы поговорить о месте, где мы находимся, так как все вот два или три ролика мы снимали здесь, так скажем, была тайна, да? Русская печь строится в монастыре в Иркутской области. Но здесь, наверное, мы сейчас начнем с отцом Алексеем разговаривать. Представлю, отец Алексей. Отец Алексей. Да, давайте, наверное, от вас больше информации. То есть, где мы находимся, для чего русская печь была у вас построена? Мы находимся на территории бывшего князя Владимирского мужского монастыря. Этот монастырь исторический. С начала 20 века он действовал здесь, находился. И на территории этого монастыря обучались монахами дети, которые в перспективе, потом в процессе образования становились учителями церковно-приходских школ. Это была основная линия такая монастырской жизни, что в монастырских условиях воспитывались педагогические церковные кадры. Вот. Это был вот такого плана просветительский монастырь. Ну, затем, я знаю из истории, что многие храмы были закрыты, эта участь не минула, собственно говоря, это место, этот монастырь. В разные годы он был по-разному эксплуатировался, разрушался, не ремонтировался. Ну, и надо сказать, что к 21 веку дошел в весьма печальном состоянии своем. Начиная с прошлого года, с июля месяца, мы здесь проводим работы по восстановлению этого монастыря. Место рождения нашего Господа Иисуса Христа, оно называется Вифлеем. Если Вифлеем перевести на русский язык, это значит «дом хлеба». И поэтому мы бы хотели, чтобы у нас в память о Рождестве Иисуса Христа вот это название Вифлеем легло как бы в основание и в идею восстановления жизни этого монастыря как дома хлеба, в котором изготовляется максимально хороший, лучший хлеб для жертвы Богу, для того, чтобы наши братья и сестры тоже могли этот хлеб, но уже понятно, по другим рецептам, кушать у себя дома. Не случайно, что замышляя восстановление именно этой части, мы разместили здесь вот эту пекарню, которую сейчас активно восстанавливаем. Дальше у нас будет зал с трапезной, кухня, раздевалка, прихожая. Но более того, что мы бы хотели здесь сделать в верхнем этаже храм, домовый храм. И это бы закончило вот эту осмысленность начала восстановления монастыря и создания вот этого дома хлеба с точки чисто практической, человеческой. Оно бы ее возвело бы как раз к тому пониманию, что существует высшее начало. Здесь будет печься хлеб, то есть как раз для благослужения и возможно для каких-то, я думаю, что для питания монахов и для людей, которые являются прихожанами этого храма, здесь хлеб будет выпекаться. Но идея полностью, что он должен грубо от зерна, чтобы это не было никакой химии. Да, потому что когда мы начали изучать и смотреть этот вопрос, оказывается, ну вот, допустим, мы знаем, что чтобы плов, допустим, приготовить, ну, нужен определенного сорта рис. Это как бы, ну, любого человека спросить, для всех это как бы, ну, понятно, что из любого риса плов не приготовишь. Но, к сожалению, мы не понимаем, что для хлеба тоже нужны особые сорта, которые только для хлеба. То, что мы с Печняком Алексеем разговаривали про кирпич, вот хотелось бы тоже затронуть эту тему, что раньше, получается, это монастырь, рядом стоит храм. И полностью все это строилось на кирпиче местного производства, то есть свое производство, свой мини-завод был, как я понимаю, то есть вот в царское время или в каком году, получается, около ста лет назад? В монастырь сам заложили храм в 1888 году, в год 900-летия Крещения Руси, поэтому он и называется Князь Владимирский храм. То есть 140 лет практически. Да, храм, построенный во имя Крещения Руси. Да, то есть и получается, вот этот кирпич, он изготавливается именно для изготовления этого храма и монастыря, правильно? То есть завод был поставлен? Да, здесь был поставлен завод на берегу Великой Сибирской реки Сарафановка. Здесь было само по себе место уникальное, здесь были сосновые боры, здесь недалеко находятся песчаниковые карьеры, из которых строились фундаменты всего города Иркутска. Здесь буквально, ну, можно сказать, тут полтора километра или даже километр до этих карьеров. И также купец Литвинцев, он решил, что здесь огромный объем строительства предстоит, целого монастыря, поэтому здесь построили кирпич. И надо сказать, что первый кирпич, который использовался на храме, он, конечно, ну, и здесь на объектах, он, конечно, ну, уникальный, по сути, уникальный по своему составу, по подготовке, опять же, глины, которая несколько циклов должна в намоченном виде была, значит, подпадать под мороз в буртах, значит, для того, чтобы она приобретала вот свойства пластичности и сыпучести, для того, чтобы потом сделан из нее кирпич. Почему мы его ценим качественно? Потому что у него вот этот вот процесс подготовки глины, он несколько сезонов занимал, только потом из него уже делали формы. И еще особая была, конечно, методика обжига кирпича, которая также температурные режимы, которые были известны вот людям, занимающимся кирпичом, позволяли его не пережигать, позволяли ему набирать такую прочность, которая, собственно говоря, веками, мы видим, прошла, так сказать, тест временем. И сегодня мы, несмотря на этот кирпич, конечно, не можем не восторгаться умением, собственно говоря, золотым таким вот умением и производить кирпич, который способен сотни лет служить людям в строениях. Как раз вот эта печь, она собрана из этого кирпича, как раз из местного. Я думаю, это и для истории тоже полезно, что он здесь производился и здесь будет так же дальше использоваться. Вот сейчас мы находимся на улице, за нами находится как раз монастырь, где стоит печь, которая восстанавливается. А за монастырем мы уже видим храм, который восстанавливали в течение 20 лет. Ну, практически. Да, сейчас мы пройдем в сторону храма и поговорим уже там на месте. Пока мы с отцом Алексеем разговаривали, проговорили про фундамент. И вот хотелось бы тоже на нем акцент сделать, то есть это же основа храма. Да. Вот этот камень-песчаник, он добывался в километре от храма. Да, примерно так. Да, и вот мы сейчас видим верхний ярус, вниз еще 3 метра. 3,50. 3,50 метров получается уходит именно как основа, как фундамент для вот этого храма, то есть с перевязкой. Вот даже здесь видим мы, что блоки лежат вот в таком виде, а вот на угловом элементе, там они идут уже в перевязку не как кирпич, а именно угловая. Да, угловая перевязка с расширением плюс и фундамент на каждом последующем нижнем ряду расширяется на треть от того, который наверху. И он постепенно, как пирамида, уходит вниз, создавая все большую площадь опоры на том основании, на котором он лежит. Ну, в принципе, здесь понятна как бы стратегия или понимание строителей, которые это строили, что они выходили на горизонт галечника, как хорошего основания. И уже с горизонта галечника он здесь залегает на глубине чуть более 3 метров, 3,20 примерно. И они поэтому уже это все дело строили. Мы зашли в нижний храм князя Владимирского храма, он состоит из двух уровней, два храма, верхний и нижний. Нижний, который находимся мы сейчас, здесь находится могила основателя, благотворителя, благоукрасителя, вот, собственно говоря, князя Владимирского храма и князя Владимирского монастыря. Он и его семья, на их средства были построены вот эти здания монастырские и сам храм. Раньше этот храм использовался монахами в разных целях. Здесь, с одной стороны, стояла отопительная печь, которая позволяла отопливать верхний храм. Вот, здесь была трапезная, то есть здесь монахи питались. То есть сейчас мы делаем на территории того монастыря трапезную и кухню, рядом с хлебопекарней. А раньше здесь была кухня, и здесь был небольшой домовый храм. Вот, здесь. Но когда была война русско-японская в 1905 году, монастырь активно принял участие тем, что сюда привозили раненых. И были две категории раненых. Одни общих ранений, тут было больше ста человек, которые проходили лечение. И им отдали вот эту учительскую семинарию, которую мы сейчас восстанавливаем, увидели. А потом монахи отдали свой корпус тем, кто был ранен в глаза и имели глазное ранение. Там около 40-50 человек проходили лечение. И они перешли в этот нижний храм и здесь жили. И здесь их место было. А те здания основные монастырские они отдали под госпиталя. Поэтому здесь вот разная такая история этого места. Она, безусловно, ощущается здесь. И вот, ну, даже благодаря тому, что здесь находится могила благоукрасителя, строителя, жертвователя этого святого места, купца Василия Литвинцева. Вот храм довольно здесь, ну, мы видим большие объемы кирпича, огромные толстые стены. Но раньше не было перекрытий железобетонных, не было арматуры, понятия, и все делалось из кирпича. Поэтому все своды и все опоры, которые мы там увидим с вами в храме, они выложены, исполнены из кирпича. Да, ручные получаются. Вот эту часть уже восстановили или она еще в процессе? Она еще в процессе восстановления, потому что уровень пола здесь был примерно на полметра ниже, чем мы сейчас находимся. В свое время, когда здесь работали геологи, они с целью усиления фундаментов под станки, которые перерабатывали породу, привозимую из геологических партий, они по этому уровню здесь повысили. Так же, как повысили уровень пола от исторического в верхнем храме, там мы примерно срубали 40 сантиметров бетона. И если учесть, что вот эти перекрытия выполнены из кирпича и нет какого-то специального усиления, расчета, то та плита, которая лежала на них сверху, дополнительным грузом свыше 200 тонн, она ни к чему не была привязана, ни к стенам, ни к чему. Следовательно, она всей нагрузкой ложилась на эти перекрытия. И мы с целью того, чтобы, с одной стороны, историческую достоверность восстановить уровни пола, которые были дореволюционные, а с другой стороны, чтобы разгрузить вот эти вот опоры, нагруженные и не рассчитанные на этот большой объем железобетона, вынуждены были срубать. Но так как сил особых и средств нету, то восстановив вот поверхности в нижнем храме, мы пока остановились в этих работах, хотя здесь требуется еще, ну, последний этап работы, это вот пол, уровень пола, примерно на 60-70 сантиметров, если с отделкой брать. Ну, этот храм мы используем обычно в пост, все постные дни, мы уходим с верхнего светлого храма сюда. Ну, здесь такая обстановка, вы сами видите, ну, она достаточно молитвенная, где можно погрузиться в себя, где можно помолиться. Нас очень, прихожане любят этот храм нижний, потому что мы в нем, во-первых, редко служим, а во-вторых, он несет свою какую-то такую атмосферу, в которой помолиться, совершить богослужение, но по-особому ощутимо по отношению к верхнему храме. Хотелось бы показать толщину стен, то есть вот сейчас мы видим окошечко, и сколько тут, порядка метр-полтора, наверное, толщина стены идет. И вот то, что мы проговаривали, это все полностью, без пустот, без всего, полнотелым кирпичом закладывалось. То есть массив стен очень большой. Даже вот здесь можно также видеть окно, толщина стены, и пошли арочные своды, арочный свод над проемом оконным, и дальше уже арочный свод пошел, чтобы дальше стены храма верхнюю часть держать. Технологии раньше были, ни бетонов, ни арматур не было, то есть все делалось за счет вот как раз арочных сводов и полнотела кирпича. Сейчас мы находимся на верхней части храма, были внизу, а сейчас наверх. Вот здесь проводится уже еще ремонт. Я думаю, что еще недолго, наверное, и скоро он тоже будет работать. Да, это текущий, надо сказать, ремонт, потому как стены храма белые, вообще белый цвет – это основной цветовой символ вообще нашего места. Как, во-первых, белый цвет – это символ рис, в который облачаются священники Иисуса Христа. Белый цвет – это заключение в себе вообще всех цветов, которые у нас есть, как мы знаем. Также белый цвет этого храма, он дает особое ощущение легкости в этом храме. Здесь он не перегружен иконами, это все сознательно сделано с тем, чтобы, когда солнце правды, Христос Бог наш, как говорят, но у нас солнце физическое на улице светит, этот храм наполняется как чашироким светом. Здесь, конечно, душа человеческая поет. Вот такое соединение природных сил, архитектурного замысла, молитвенного настроя, оно в таком симбиозе здесь находится, которое редко кто ощутить не может во время богослужения, которое здесь совершается. Ну, а так как понятно, что вокруг нас мир несовершенный лежит, как говорится, мир возле лежит, здесь очень много кочегарок вокруг нас, и поэтому, хоть мы здесь и сделали теплый пол, для того, чтобы у нас от электроприборов отопления на стены черным, значит, не поднимало и стены таким образом не становились черными, сделали специальный теплый пол во всем храме, но, тем не менее, вот влияние внешних природных факторов, неприродных, даже человеческих факторов, вот оно здесь очень сильное. Высота храма в этом месте 10 метров, достаточно большая, его так просто в порядок не приведешь. Поэтому используем дни Великого Поста, для того, чтобы нам к Пасхе весь храм где-то подремонтировать, где-то, значит, побелить, ну, с тем, чтобы мы в Пасху уже вышли вот в обновленный, украшенный, белизной наш храм, чтобы здесь встречать уже воскресение Христово. Ну, здесь есть несколько пределов. Центральный предел храма освящен в честь Великого Князя Владимира. Также здесь есть пределы в честь икона Божьей Матери Всехскорбящих Радостей. И еще один икон в честь преподобного Андрея Критского и мученицы Ирины. Вот такие здесь алтари, освященные в честь этих святых. Ну, то есть мы везде в работе, вы видите, что и там, и тут. Многие люди говорят, что что они там в церкви делают, они толстые попы, но мы-то вот видим с вами, что тут совсем как бы не затолстеешь, даже если бы хотелось с такими объемами работы, что же нам делать? Да, и вот хотелось бы тоже проговорить о том, что откуда берутся финансовые средства, то есть нет уже как таковой поддержки от государства, я понимаю. Нету поддержки от государства, нету. И, конечно, это все наши люди. Мы неоднократно обращались и обращаемся с тем, что у нас в Иркутской области ведется восстановление первого мужского монастыря. У нас нет ни одного мужского действующего монастыря в Иркутской области, во всей епархии, соответственно. Есть в Урятии четыре монастыря, есть четыре монастыря в Красноярской митрополии. А вот на земле Иркутской, которая являлась духовным центром долгое очень время, продолжительное время, в Сибири и Дальнего Востока, и даже Америки, у нас нет ни одного действующего монастыря. Поэтому мы ко всем неравнодушным людям обращаемся. Что только на ваше средство, на милость Божию и на ваше средство мы рассчитываем в своих трудах. Больше у нас какой-то официальной помощи нет, кого нет. Здесь бы тоже хотелось обратиться к нашим зрителям. Храм князя Владимирского также готов принять пожертвования, то есть или меценатские помощи. То есть обращайтесь с отцом Алексеем в связи. Я думаю, мы можем где-то в контактах прописать, чтобы мы могли связаться и чем-то помочь. Но я думаю, есть неравнодушные люди, кто готов как-то посодействовать, помочь храму восстановиться. Храму и монастырю мужскому. Сейчас мы поднимемся на колокольню, соблюдая технику безопасности. Окна для света. И вот тоже можно видеть, как арочные своды. Один свод отсюда, один свод отсюда. Вот как они сопрягались. И вот это вся именно та кладка, которая была еще в старину сделана. Также здесь видим винтовую лестницу, которая уходит вверх. Это тоже одна из таких характеристик. Был на нескольких колокольнях, и там вот тоже есть такие узкие проходы и винтовые лестницы. Вот сейчас идем выше по этой винтовой лестнице. Вот сейчас мы поднялись на еще один ярус колокольни. До колокольни мы еще не дошли, на верхний ярус. И вот здесь можем наблюдать, как сводились верхние части с выдвижением кирпича. И также использовался песчаник. Вот верхняя часть видна, вот как под клином уделали, чтобы сделать своды. Ну, видимо, проще песчаник счесать, чем кирпичную кладку. Вот так выглядел элемент. Вот здесь тоже можем наблюдать. Лучковая перемычка, ну, видимо, снизу. И вот у нас шла арка. Какой высоты вот она набиралась. До сих, до сих. Но нижнюю часть не видно, скорее всего, там вот окно, проем под нами. Поэтому вот она такая большая. Следующий уровень уже идет такая металлическая лестница, по которой мы также поднимаемся вверх. Ну, может, это уже было отреставрировано, вот здесь тоже видны какие-то опоры. А вот, скорее всего, вот здесь она проходила. Потому что реставрация была, и, наверное, пришли к тому, что сделали металлическую лестницу. Раньше она была, наверное, все-таки другого плана. Вот так храм князя Владимировского выглядит с высоты. Колокольня. Вот мы сейчас как раз находимся на ней. Да, это, наверное, одна из самых верхних точек, куда могут люди подниматься. Смотрится, конечно, завораживающе. То есть это с этой части. А если мы пройдем сюда, то как раз мы увидим тот монастырь, откуда мы пришли, где собирается печь. То есть вот здесь, в планах восстановления монастыря, вот левая часть, правая, верхний предел еще будет у монастыря собираться. Если вы неравнодушны и можете поучаствовать в восстановлении монастыря монастыря и также восстановление храма, реквизиты, вся информация будет у нас прикреплена в комментарии или в описании к ролику. Также я думаю, что любая помощь будет полезна. Где-то вот даже наша информативная, это тоже помощь. То есть мы освещаем эту информацию и кому не безразлично, кто может поучаствовать, тот поучаствует. Строй материалы, финансовая помощь информационная. Так что обращайтесь, смотрите. Отец Алексей также, думаю, что на связь с вами выйдет по данным реквизитам. Всем спасибо, что смотрите нас. Компания «Опечной мир». Ставим лайки, пальцы вверх, пишем комментарии. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...